Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии, в студии портала «История Казахстана» необычный гость к нам в Казахстан. Но Султан приехал с неофициальным визитом, известный эксперт, тюрколог Валерий Сергеевич Горшунов. В прошлом научный сотрудник, старший научный сотрудник Академии наук Республики Татарстан, Казани. Занимался и вопросами исламоведческих исследований, и вопросами развития тюркологии. И в современной ситуации с деструктивными идентичностями. Также Валерий Сергеевич является основателем канала «Тюркские руны». И, наверное, с этого начнем. Валерий Сергеевич, как Вы объясните интерес и популярность тюркской рунники, деревни тюркского языка среди современной молодежи? Ну и, наверное, не только молодежи. Добрый день зрителям, хочу сказать, прежде всего. Дело в том, что сегодня уже в новейшее время в обществе возрос очень сильный интерес к такой своеобразной архаике, к нашему историческому прошлому. Конечно, впервые этот процесс начался в Западной Европе. Вот мы все знаем сейчас, сегодня очень сильная тема викингов, норманов, как они плавали в Америку, как они рубились на топорах. Я даже так скажу, что... Подогретые еще современные шеломизмы. Да, да, телевидением и так далее. Там крутятся огромные деньги сегодня, да, викинги кажутся такими вот героями Европы, несмотря там на какие-то определенные свои там исторические ошибки и завоевания, которые они делали, грабежи и зверства. Но в то же время это открыватели Америки, это создатели такой вот чудесной, древней, такой своеобразной иронической письменности, которая прям вызывает мурашки на коже у людей, да. И, соответственно, ну вот даже вот этот же самый мультфильм «Боевульф» или фильм «Боевульф», да, он вот для меня являлся, по сути дела, таким, скажем, аксиомой такой, да, аксиомой древности. И в то же время мы не знали о своем великом историческом прошлом, да. Дело в том, что несмотря на русскую фамилию, скажем так, да, на русский лад, который фамилия, имя, отчество, я сам тюрк и по отцу, и по матери, то есть во мне других кровей нет, у меня исключительно тюркская кровь, да, кипчакская, я бы сказал бы. Так, и оказалось, что мы имеем такое же удивительное прошлое. И все это мне начало открываться после того, как я начал получать историческое образование. Не менее интересное, не менее увлекающее. Да, оно более интересное, да, причем при столкновении с этими двумя культурами, например, викинговской и древнетюрской, получилось, что в древности победителями остались мы. И, по сути дела, нам есть и необходимо гордиться этими предками, узнавать о них как можно больше. Мы владеем такой же рунической письменностью. Дело в том, что когда был такой исследователь немецкий, мистер Шмидт, у него была фамилия, он был приглашен Петром Первым, он нашел первые рунические камни, это было в начале 18 века, вначале прислал их кунсткамеру, описал обломок зеркала китайского. И тут уже в следующем веке, в 18-19 финские народы, в лице финнов, которые были присоединены, они захотели найти свое прошлое, потому что все-таки Европа была в рунической теме, викинги, вот эти вот как бы, да, саги древнегерманские, ну, это не только викинги, это и германцы, это и аттила, это вот все вот эти, как бы, да, песни, оды. И в то же время финны сказали, о, мистер Шмидт нашел руны, они наши, это вот прародина древних финских народов. Но действительно, финны, мы должны понимать, что финны, это не только Финляндия современная, Суоми, да, Суоми, но это и Карелы, и Мар-2, и Марийцы, да, финских народов достаточно много. И Удмурты, и вот они сказали, финские ученые, которые находились рядом с Петербургом, они сказали, это наши финские руны, мы сейчас их прочитаем, мы нашли прародину финского народа, она оказывается в Монголии, тут еще как раз находится, вот Сибирь, Монголия, да, Енисейка, да, Енисейские руны, они наши, и для них всех, уже все практически смирились с этим, да, французы в этот момент пытались прочитать, и в этот момент появляется такой знаток языков, датчанин Вильгельм Томсен, да, в конце 19 века, да, который прочитывает эти руны на тюркский лад, делает сообщение не в Петербурге, а именно в Копенгагене, в Дании, да, и вся Европа оказывается в шоке, потому что на тот момент тюрки представляют, ну вот кочевые орды, там с ними связывалось только там имя Чингисхан, татары, которые чуть не захватили Рим, которые чуть эту Европу не уничтожили, да, дикие варвары, дикие, со слюнями, с куском окровавленного мяса, да, с отрубленной головой младенца и саблей, да, это просто, да, и которые, оказывается, имеют древнюю руну, которые, по сути дела, ничуть не хуже и не меньше Европы, а может быть даже и больше, потому что этих хронических памятников, на самом деле, вот как бы они появились, да, они очень интересные, и появляется первый объемный такой вот текст, текст это памятников культа Гина и Бельге Кагана, да, переводят там, по-моему, очень здорово китайский язык, потому что это была билингва, двуязычная надпись, и вдруг оказывается, что тюркская цивилизация, она огромная, она по своей сути не уступает такому понятию, например, как исламская цивилизация, да, если мы посмотрим там еще сагдиистские рукописи, да, а чего только и не было, да, оказывается, есть тюркские надписи, и на Брахме были, да, и сагдиистский метод на монетах, вот как бы, да, и тюркеши, и там настолько это объемный глобальный мир, который существовал от востока китайской стены, от восточной китайской стены до, по сути дела, до западных окраин Венгрии, да, он входил вот в этот ареал, да, авары и так далее, и так далее, при этом до тюркской руники на нас огромное влияние, конечно, оказала на тюрк всех сагдийская письменность, да, сагдийский вот этот вот алфавит, который был разработан здесь вот, ну, можно сказать, практически на территории Казахстана, да, который как бы существовал... Южного Казахстана. Да, да, Южного Казахстана, он, по сути дела, вот я вам даже так скажу, да, сегодня существует, вот, правда, не на тюркском языке, а сагдийской письменностью, существуют, например, записки, письма, которые сагдийцы жили на китайской стене, и они в этот момент описывали набег гуннов, понимаете, вот еще прото-тюркская история, так называемая, да, вот даже вот... Даже в таких вот мелочах, да, как-то ежедельно, каждодельных записей. И причем она повлияла, вот эта сагдийская письменность, в том числе и на тюркские языки, да, мы все сегодня знаем, что у нас есть разделение основных групп, да, это вот, ну, вот, разные есть классификации, разные, но для себя лично, путем долгосрочного исследования, уже достаточно долго я изучаю древне-тюркскую рунику, да, знаю языки, какие-то знаю элементы, хотя я не филолог, сразу же как бы объяснюсь, но, например, мы знаем, что существует три основных таких больших потока, если маленькие не брать, это кипчакская линия, карлукская линия и агузская линия, да, агузская линия, ну, например, карлуки, это узбеки, например, современные, агузы, это азербайджанцы, турки, туркмены, да, кипчаки, кипчакам относятся казахи, нагайцы, балкарцы тоже относятся, которые на Кавказе живут, татары, несомненные кипчаки, понимаете, как бы, да, просто язык у них очень подвергся агузации, это уже в 19 веке, и оказалось, что, скорее всего, вот за это разделение ответственна вот эта вот, как бы, письменность сагдийская, потому что, по предварительному взгляду, вот этот вот звук же, который в начале слов как бы находится, да, вот жёк-ёк, да, вот как бы, да, жёл-юл, да, жёрт-юрт, да, ябок-жабок, ну, вот, понимаете, да, вот, вот этого звука же в сагдийской грамматике-то и не было, не было, понимаете, а в тюркской рунике он был, да, 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 и тюркская руника, она была создана в определенный момент, когда уже тюрки очень широко владели сагдийским письмом, это был так называемый духовный ответ, понимаете, потому что сагдийская письменность, она в этот момент очень здорово обслуживала буддизм, и тут не стоит забывать, что первые каганы тюркские, они всё-таки по своей натуре были буддистами, они сочувствовали буддизму, конгренство как такового тогда, как вот религиозной мировоззренческой системы, оно не было выработано, вот как бы как моральная основа, да, мы ведь знаем, что синтаизм, он тоже не в Древней Японии сразу возник, да, он вырабатывался на протяжении столетий, да, и вот мы представим, например, да, вот мы живём, например, с вами в племени, да, и мы с вами родные братья, да, и мы выехали с вами в степь, например, да, очень здорово там владеем луками, там и так далее, и так далее, и идёт какой-то путник, да, ну вот вы мой родной брат, ну вы взяли лук натянули, его подстрелили, понимаете, вот сапоги понравились, например, и сняли, потом грянство это однозначно, как вам сказать, да, это однозначно преступление, которое, возможно, требует смертной казни, но, да, интерпретируется как этот, как бы, да, если каганская власть за то, что ты убил его в степи, тебя официально, тебя очень точно размажут, скажем так, с точки зрения закона, но когда точка зрения тройбализма, да, ну родной брат, что я на тебя полезу с ножом, что ли, да, ну убил, убил, я тебя вынужден простить, понимаете, как бы, да, потому что ты меня от врагов защищаешь, да, и в трудное время со мной делишься, скажем так, едой, и в этом случае, например, пока, да, о тенгрианском мировоззрении говорить рано, это нормальные родовые культы, которые были у всех народов, в том числе и у хантов, например, да, в том числе и у угров, у которых есть, ну митором, например, да, верховный бог, да, но как религиозная система, она у них не сформировалась, я более того скажу, что сегодня, вот как бы, да, у тюркского народа, у чуваши, у которых есть Тура, да, верховный бог, да, вот это язычество дошло до нас, да, оно именно язычество, оно именно не тенгрианство, потому что оно не дошло до определенных моральных норм и определенной, скажем так, развитой именно религовической системой. Но дело в том, что тем тюркам, которые жили под нажимом буддизма постоянно, несколько первых каганов они хотели сделать тюрков буддистами, потому что буддизм это было очень мощное течение. Вы понимаете, ты живешь в степи, каждый день пасешь баранов, например, лошадей, ничего не видишь, кроме юрты, войны, еще чего-то. И приходят вдруг служители с золотыми статуями, с медитацией, с книгами. Вот бахши. Мы же должны понимать, что слово бахши – это не какое-то наше народное, прям архетипическое слово. Бахши – это с точки зрения санскрита, оно означает монаха, ученого человека. Бахсы. Бахсы, да. А у нас это уже певец. Понимаете, вот у казахов это певец. И там есть небольшая градация. В первую очередь это означало именно буддийского монаха, который владеет определенной грамматикой, который умеет писать и на санскрите, и на брахми. Брахми вот письменность называлась, да. И дело в том, что до великого тюркского каганата первого… Бахса у нас это несколько певец-сказитель, скорее это лекарь, наверное, знахарь. Вот в тюркском уже понимание, оно не подходит под первоначальное понимание, потому что у нас вот есть такой памятник, есть китайская монетка древняя, которую нашли, на которой написано «Кумаж Бахши». «Кумаж Бахсы» можно так прочитать тоже, да, вот звук СШ, вот он такой, как бы, да, даже тюркский руник в нем может не разбираться, понимаете, есть вот надписи, которые и так, и так читать надо. То есть это легко можно сопоставить? Можно сопоставить, да, там есть имя «Кумаж Бахсы». «Кумаж Бахсы», вот это было амулетом, и, скорее всего, вот «Кумаж Бахсы», да счастлив будет там написано, вот дословный перевод, да, «котлок бусон», как бы, да, счастливым будет, да. Скорее всего, вот я реконструирую, что просто один уважаемый человек подарил другому уважаемому человеку, и они посредством этого сделали амулет на память, потому что деньги-то не ходили у них, им монеты тюркам не нужны были, понимаете, в этой степи, они не знали с ними, что делать с этими бронзовыми монетами, да, сундук с собой возить не будешь, он слишком тяжелый, понимаете, да, то есть бурдюк с кумысом или с водой он гораздо дороже в степи, когда вопрос жизни и смерти, да, и поэтому из монетки видно, что ее таскали очень долго на веревочке, потом потеряли, потом ее случайно нашли в результате на территории Северной Монголии, написано абсолютно тюркским языком, да, можно назвать и татарским, и казахским, как бы, и любым другим, да, потому что вот он прямо соединяется, да, но вот боксы, это очень вряд ли, что лекарь, это именно тот человек, который владел тюркской руникой, и он, очевидно, сам ее и написал, вот, тюркской руникой и одновременно существовавшим на тот момент с агдейским алфавитом, вот этим вот, которым читали записки. Чувствует, наверное, отметить, да, что тюркское население, народ был в этом плане достаточно грамотен, да, образован. Мы находим примеры массовой образованности, вот, в древнетюрское время, да, то есть мы видим, что не только на камнях писались, как бы, да, вот в таком, ну, классическом варианте режут на камнях, чтобы далекие потомки потом прочитали, какие у них великие предки, да, писались записки, писались записки на четырехгранных палочках, вот такие четырехгранные палочки. Деревянные. Да, да, да. Дело в том, что бумага также очень рано начала поступать из Китая, да, все-таки Китай был плательщиком Дани, постоянно тюрком, да, и в числе шелка, и в числе, там, скажем, вина, и риса, например, там и просто зерно очень ценилось, да, понятно, что мена происходила, и поступала бумага. И у нас есть руник, и написаны бумажные памятники, у нас есть памятники, которые выцарапаны тонким зубилом на камнях, как бы вечные знаки, да, вечные камни Мингуташ, они назывались, да, и у нас есть написанные краской тоже на скалах, в каком-то там вот неприметном месте, и они вот под наклоном, да, и они под дождем и под ветром, несмотря на большое выветривание, они сохранились, они написаны либо черной, либо красной краской. Есть книга, написанная на пергаменте, да, книга предзнаменований, и, по сути дела, сегодня, да, мы можем сказать, что этих памятников до нас доходит же малая часть, 5%, 10% от того, что было, а может быть даже и 1,2%. Да. Потому что мы это, да, то есть образованность была всеобщей, то есть записки они писали друг другу, например, да, там, например, да, там, ну, пригони 100 лошадей, это очень легко на 4-значной, да, нужна помощь, там, на нас напали, нужна помощь, например, понимаете, вот короткие послания, это делались просто, как бы этот, как, 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 вот нечего делать. СМС-ки. Да, 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 СМС-ки, да, совершенно верно, да, там понятно, что не расписывались, там не писали, ваше высокоблагородие, там, ну, а на официальных документах, там, да, там, да, совсем другое. Я вам так скажу, что дело в том, что древнетюрская руника, она в том числе и возникла как сакральный элемент. Дело в том, что по тунгрианству, да, ну, и вот по родовым культам считается, что после смерти человека это было и выверено, вот с точки зрения шаманизма, как механики, да, тут не надо путать шаманизм с тунгрианством, но было выверено и подтверждено, в том числе, как бы, шаманами, что дух человека после смерти, он находится рядом с телом. Он это тело видит, он находится в шоке, он не может понять, что случилось, вплоть до того, что дух, шаман-джон или кам по-древнетюрски, он же имеет практику, он может разговаривать с духом мертвого, он может, как бы, да, он его видит, он дает от него информацию. И вот была такая информация, что человек, когда умер, он даже испытал настолько сильный шок, что не помнит своего имени, а ему предстоит еще вот это вот загробное судилище, то есть его будут судить, ему надо оправдываться за свои деяния, тем более, если он был чиновник, тем более, если он носил золотой пояс, что однозначно являлась вот сегодня автомобиль, например, как рамка чиновника, там, например, черный, красивый, а тогда был золотой пояс в древнетюрское время с накладками. И поэтому вот этот вот архетипичный древнетюрский обряд, что когда человек умер, собираются его родственники, они понимают, что душа находится рядом, она все слышит, и они говорят, вот, например, этот человек, его зовут так, был замечательный, хорошо относился к сыновьям, вот его сыновья тут сидят, понимаете, вот такое ощущение, что духу объясняли покойного уже, который три дня находится около тела, объясняли его предыдущую жизнь. И после трех дней считалось, что духа, душа уже отрывается окончательно от тела, тело остается, скажем так, под охраной родственников, ну, стоит понимать, что умершие люди, умершие родственники тогда, скажем так, они не хранились на следующий день, и даже через три дня они хранились, да, они хранились через какой-то определенный траурный период. И вот что более 40 дней, вот очень интересная цифра... Вот именно эта цифра, да, 40 дней. Вот у буддистов, знаете, считается сегодня, ну, я вот пока такого не встречал, что Будда именно сказал, что через 49 дней душа идет на небо, и потом только после какого-то времени перерождения. Я считаю, что это как вот обряд оба, который сегодня, не обряд, а оба, которые сегодня из камней складываются, например, да, с флажком, например, который у тибеевцев есть, который у монголов есть, который у тюрков тоже есть, понимаете, да, там, в Хакасии, в Башкирии даже вот оба из камней, которые делались, например, у тувинцев, из палок сначала там сделалось, это все осталось вот как бы от древнетюрского общего влияния. Да, и считалось, что вот после 40, вот эти именно 49, может быть 50 дней, может быть 2, может быть 60 дней, я вот точную цифру пока не могу сказать, потому что не на что опереться. Но она, наверное, не может быть точной, да? Конечно, конечно, там свои родовые как бы поправки, вот сегодня в христианстве есть 40 дней, да, что Иисус Христос там говорил, что ли, 40 дней, и там душа вот 5-й и 10-й, понимаете, он-то прославит уже 40 дней. Да, да, там все ждали, там все, на самом деле, классические религии, так и аврамические, они ждут страшного суда, они не ждут, вот там есть тоже как бы свои вопросы, да, определенно, на которые теологи могут ответить только, вот, что 49, больше 40 дней душа человека после того, да, она начинает обходить родные места, где он родился, где он вырос, где у него родился сын, где он был счастлив, и вот эти вот пометки, эти ритуальные надписи, да, я такой-то, такой-то там Тыгин, да, был храбрым вождем, убил 20 врагов, там не насладился жизнью, там этот как бы, да, я прощаюсь с вами, моя, это писалось от лица уже погибшего члена этот, это его речь, речь его души, как бы, да, которая его рунами, которая его, скажем так, этот как бы направляет на путь, вот чтобы он попал на небо, чтобы он не растворился, вот скажем так, да, не стал жертвой дух, не стал, если он прожил достойную жизнь, не маялся среди живых, да, ну, вот есть, опять же, вот такая вот, как бы, да, тюркской демнологии, да, вот это вот известный, это вампир, образ вампира, это же убыр, это вот который, как бы, дух, который ходит и сосет жизнь из живых членов, как бы, да, какой-то враждебный, там, прям, у нас вот, у якутов очень хорошо это вообще развито, оно получило свое развеете, да, потому что, если мы сейчас посмотрим, да, ну, наверное, якутские страшилки, они самые страшные, вот эти вот якутские, градские легенды, прям целый жанр существует, да, вот я начал смотреть только недавно, это кинематограф, да, это прям отдельный большой клави, понимаете, настолько интересно, вот, да, людям других наций, вот в них погружаться, да, там у них есть такие названия, диретник, там, то есть это чудовище, там, мертвец, который бегает, там, с такими когтями, да, вот, вот просто читаешь на современный лад, просто мурашки бил, меня уже взрослого человека, видимо, богатых никто не переплюнет, да, 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 вот это вот мифология, то же самое, как бы, да, у сибирских татар есть, и вот, как бы, злые духи, вот, это все вот, оно собиралось, перемешивалось, обогащалось, вот, и мы сегодня имеем то, что мы имеем, но все это закладывалось вот в древнетюрское время, в протюрское время, да, когда, например, земля считалась, раз она дает порождение, раз из нее вытекают реки, раз из нее, как бы, родится все, например, по архетипу, по вот этому древнетюрскому обряду, проатюрскому обряду, категорически запрещалось зарывать труб в землю, глубоко в землю, на один метр-два считалось, что ты вот этим вот гниющим мясом уже, как говорится, да, все равно это оно, как бы, покойник есть покойник, да, и тем более душа уже, когда от него отошла и ушла в верхние сферы, зарыв в землю, ты таким образом оскверняешь ее, поэтому древний обряд, это когда вот человек клали на поверхности земли, заваливали его либо льветками, либо делали деревянный вот такой вот ящик, либо делали в Казахстане, вот я когда смотрю, проезжая мимо Казахского кладбища, я вот поймал себя на мысли, что скорее всего вот эта вот оградка, да, вот эта вот, да, это вот как раз, чтобы положить покойника, вот не глубоко его в землю, очень не глубоко, да, а потом, когда это место не посещают, да, то есть могилы не посещались, но когда проходили, они же тем более были кочевники, да, но когда ты проходишь мимо этой могилы, если ты видишь кости, особенно если кости твои родственники, они собирались и прикапывались, кости уже были чистыми, вот и потом манихистов, когда пришло, оно подтвердило, что да, покойника зарывать нельзя, вот как узор астрийцев тут вот у них как бы совпадение произошло определенно у этих религиозных систем у нас какая-то а впоследствии уже где-то наверное в шестом веке когда пришел буддизм там буддисты уже научили скажем так будущих тангрян на то время они научили покойник выжигать вот в степи мы знаем уже не можем найти останки там великих каганов наших не черепов не этот как бы как бы было классно сейчас черепа найти восстановить антропологический облик да не тут-то было интереснее древних тюрков найти не можем у нас валерий это больше идет к андроновской ну и газа дандыбаевской культуре вы знаете андроновской культуры это совсем другой пласт это очень глубокое время элемента сжигание 2 1000 2 тысячелетия до нашей эры до 2 и 3 тысячелетия это вот аркаема синштатская культура да это все прообраз древних тюрков угров до уральцев финнов это вот вообще это еще вот так ранее архитекты это вот такой да кисель пока да из которого произошли все мы как бы разделились мое дело в том что по тюркам вот например бронзовый век для тюрков да мы напрямую археологической культуры найти не можем но дело в том что мы в бронзовом веке как раз то и были супер едины в то время и агузы и кипчайки и всей карлуки жили каким-то единым племенем единой небольшой группой которая то ли кочевала то ли они были пастухами понимаете да вот как бы да дело в том что общность языка и качеве классической кочеве это поздний инструмент это достаточно позднее сложная мы наверное до этого были просто пастухами но вот пастухи которые вот живут да например да летом пришли разбили скот по суд рядом да как вот вы говорите андроновская культура дрос культура они же саки они же не кочевники в истинном смысле этого слова они пастухи они год живут здесь до или два или три немножко просто сеет то есть они не отходят вот как бы до этого людей до земледелия не отходят до дома земля истощилась этот как бы да причем у них тогда нисколько как бы они не всадники они используют коней именно в повозках понимаете это проще потому что всадники да пока не были изобретены стремяна и уздечки на конях вообще было очень тяжело ехать конечно существует скифские вот эти вот как бы до изображения что они сидят на лошадях но без седла без стремян только с уздечкой да вы представляете это практически очень тяжело было есть это надо выучиться ездить на этой лошади всю жизнь и держаться на ну что наверное да и классической качели у нас полу и появляется только когда стремена стремена придумывает в китае то есть это однозначный факт да когда он может он уже тогда уже может стрелять с лука очень здорово рубить шашкой да то есть сразу получается у нас сильное военное дело а так ведь даже копьем вот не воткнешь то если поедешь на врага с копьем без стремян да ты просто слетишь с лошади тебя собьет на этом копье и останешься понимать а лошадь дальше убежит вот потому что опереться невозможно вот есть вот такая вот специфика поэтому неинтересно да поэтому вот как кочевой вот мы все думаем а тюрки это кочевники в архетипе мы не кочевники мы оседлые пастухи или полуоседлые пастухи это мы все как бы потом мы стали кочевниками да потом татары например опять перешли их полную же оседлости вы видите как это да вот так вот постоянно приспособление играет он кстати в ваших работах я еще заметил в лице гич вы немножко вот сумели изменить понимание для меня по крайней мере что тюрки это не только конная армия то не только всадники но еще и пехота вот вы об этом упоминает а вот я так вам скажу да что вообще древне тюркская армия вот почему-то у нас прям вот этот вот расклад военного дела прям вершины дела приписывает исключительно эпохи чингисхана вот чингисхан военный гений он как бы имел армию он имел тяжелую латную конницу да то есть вот сначала бежит легкая конница которая постреляла сделала карусель вот так вот кругом прокатилась до подстрелила там часть врагов потом отскочила и удар тяжелой латной конницы когда уже они вот во все вот этом как бы до в кожных доспиках лошади с копьями с пиками то есть правильно не копью а пика то есть это вот четыре уграна и как штык до дело в том что основа вот это вот армии в том числе и чингисхановской они были созданы уже в шестом седьмом веке уже древние тюрки обладали латной конницей латной конницей пехоты и да я дах у нас есть такое название я уже называю его на кипчакский манер я дах я дах то есть как бы на гуский манер они строили смотровые башни которые назывались пара в древне тюркском языке это есть современный тюркский языке словах арагоне не сохранили у нас там башня по-своему как бы дал везде по-разному она на зара у ну караул это караул это передовой пост пост отставки на протяжении там двух-трех дневных переходов которые как бы впереди а карагу хара да то есть это это вот как раз три четырех гранная башня следы которых мы находим в том числе и на кавказе древне тюркского 1 каганата понимаете вот как бы до четырех гранные башни которые которые осуществляли вот эту как бы караульную службу тут нельзя сказать понятно что и сам каган и вот это вот группа знаете и простой народ они кочевали ну кочевали по своим определенным территориям но границы территории вот это они были стабильны они были как у вас едло государства это были такие пограничные башни они были пограничны и башни да ну вот ту весь сегодня остался пор бажин это вот остался резиденция нее и понять не могут то ли ты резиденции то ли манихейский монастырь и вот который была сделана там каргызами может быть уйгурами в древнеуйгурское время там споры идут потому что вы знаете у нас же волна кочевников сменяла одну одна другую на самом деле да и вот вслед за древнетюрским был уйгурский каганат но это разделяют современные ученые они вообще никак этого не делить династия то одна понимаете династия та же самая древнетюрская династия просто но те племена на которые опирались те рады да они ушли в опалу и появились новые рады у кагана и это вообще никак структуру общества не меняла по сути дела до перемены были только когда там но вот в уйгурском каганате уже захотели вести манихейство там вот как бы каганов тащили в манихейство аккуратно вот эти вот как бы торговцы и так далее так далее он принимает манихейство и кыргызы начинают с ними войну после тюркского каганата да чтобы это манихейство уронить и вернуться к тангрянству скажем нацию да но есть такой следует козеласов он говорит наоборот говорит кыргызы это были тоже манихеи отсюда происходит как бы до их вот это вот религиозное моление в белых одеждах и они просто хотели это был просто был политический мятеж вот так вот спора как бы происходит видите тут вот очень много очень много нюансов но древние кыргызы это действительно жесткие люди это жесткое такое государство которое как бы да вот с нас с точки зрения бельгия кагана и культигина они пишут да что вот мы гоняли кыргызов туда мы гоняли сюда да мы гоняли татар туда это тюрки мы гоняли суда они разбиты несколько раз да но когда умирает принц культигин делегации кыргызов и татар приходят как независимое государство понимаете они присылают государство наравне с римом на ранее с аварами интересный документ авары присылают наравне с китайцами присылают а вот народ чиков например который был покорен да он территории тувы они никаких делегации не присылают они подданные вы понимаете да карлука они подданные в этот момент до карлуке вот такого очень большое племян и да скажем тогда абузы не присылают агузы тоже подданные понимаете вот вот но мы вот по памятнику культыгина смотрим список государств и понимаем мы можем нарисовать политическую карту сегодня по вот этому списку культу и на политической карты не нарисована я ни одно не видел то есть у меня задача такая есть вот здесь обычную обстановку но вот вы понимаете мы видим что на западе у нас должен быть хазарский каганат в это время это же 2 древний тюркский каганат восточный да да там должен быть хазарский каганат хазарского каганата там нет там авары а вот почему не знаю может быть эти хазары они как раз там тоже была варская династия это было одно лицо для них ну а вар и на тот момент вот по официальной истории это они живут на севере болгарии и на севере македония и являются пасут все время на византию бегают являются ее данниками являются ее грабителями через них ведут посредническую торговлю но такое впечатление что на кавказе в этот момент тоже все это седьмой конец седьмого века начало восьмого да то есть память к нам говорит что аварский каганат он был понимаете как бы он признаваем политически да и вот этот раз кикану а про хазар ни слова нету получается что вот у меня такое впечатление что хазар тоже называли аварами но это пока моя додумка потому что это должна пройти настоящий исторически исследовательской работы по этому вопросу и прежде чем что-то сказать пока я с вами делюсь вот ну скажем так моими личными впечатлениями от прочтения памятника потому что памятник пока достаточно хорошо не проанализированы именно как и стоит с исторической точки зрения к вы его считаете как переводе чем туда я его читаю в оригинале в оригинале его читаю в оригинале же рунами до сначала я читал его в издании малого оказалось что мало очень много ошибок там и сейчас я его читаю вот два основных памятников культигены и бельге кагана памятник я читаю в из там тоже они называются родлова он был издан у вас была такая отличная книга то ли в 2002-м 2004 году по моему авторы вот я просто сейчас боюсь неправильно назвать фамилии нашей известные ученые ваши казахские дорогая книжка я ее купил отличная просто книжка от сархунских памятников я вот эти пальчики читаю по ним сейчас и вот мы скажем так вот определенные читаешь читаешь определенные мысли приходят читаешь оказывается пехота у нас была у тюрк да вот так да ладно конницы было там такие интересные названия приходят именно мы можем реконструировать да вот сегодня у нас задача эти имена и только из научного оборота вести в жизненный оборот вообще я сегодня вот как бы хочу написать небольшой труд посвященный вот этим вот древнетюрским именам чтобы наши казахи татары турки они могли вплоть до того что брать имена для своих детей на что очень много вот который в тюркской субкультуре находятся людей они именуются говорят вот у меня родился ребенок мы очень хотим да есть интерес к сожалению когда у меня родился сын работы вообще никакой не было мне даже в голову не пришло вот что я могу назвать ребенка древнетюрским именем понимаете а сейчас я это хочу сделать вот на пусть кстати вот мне почему-то кажется что это не совсем древнетюрский да это не вот те имена которые представлены в переводах там того же малого это не китайский вариант и тюркского имена записаны древнетюрскими рунами то есть тонью корническая но там тонью кок там идет вопрос по одной руне по одной руне вот это вот такой вот руне какой читать нг мягкой не вот это вот как бы да там пока вот имя тонью кок тонью кок тонью кок она пока под вопросом вот лично у меня да ну например культигин культигин до вопросов нету тебе бельги у нас вот до бельги это мудрый да то есть у нас ведь знаете когда у нас ведь еще в русскоязычной историографии имена то перевираются понимаете вот как бог да если правильная культигин тиган да вот монотюрский манер поизводим да у нас его назвали в строя культ 1 до 1 это по древнетюрский принц в кого ну вот как бы наследник как бы императорского императорах кагана да все вот этот один тиген начинает повторять и вот меня так это бесит если честно это не тиген это тиген 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 да 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 вот эти ели это означает что тиген это означает принца обвинь кончу это принцесса на этом как бы ахат он это жена императора а тонн именно вот когда я не знаю в казаху сегодня есть хатан вот у татар то остался приеме хатан это женщина то есть как бы да газ грузаке вот хатан но она после какого-то вот видимо изменение значения приобрел такой более оскорбительный термин что ли это очень уважительно очень уважительно и там если хатан это перед ней надо было не цупать сразу же понимаете да в то время было слово например кундес это женщина задоров на равне сков например девушка да и например в енисейке из такой общей это моя домохозяйка то есть от слова и есть дом или эби древнитурское слово до и в чьи это домохозяйка домашняя моя вот так вот как бы да вот такой вот вот есть нюанс вообще очень интересно развитии тюркских языков на современных мы видим какой то части каждый тюркский язык он является наследником древнитурского языка партия выда в какой-то части кто то что-то потерял у кого то что то осталось вот когда мы мозаику собираем иногда увлекательная очень картина появляется вот вот пазлы надо собираем вам надо собирать потому что это вы дает огромную привлекательность молодежь начинает этим интересоваться вообще расшифровка вот этих вот как бы гидронимов вот оппонимов она идет вот на древне тюрский манер дамы вот я когда катался по ставропольскому и краснодарскому краю в россии да там вот вот как бы да вот эти названия скажем так местности да они исключительно тюркские понимаете вот едешь и реконструируешь свою древне тюркскую историю понимаете да помимо того что там татарская вот еще там еще там разные вот варианты до географии друзья географии все это сохранилось это надо правильно только прочитать вот как бы да и то же время что тюркское название это и тюмень да и челябя вот это вот к и симбер это все вот тюркские древне тюркские тире названия вообще даже для меня было удивительно вот такой современный город ульянск есть где володе ленин родился да я вот нашел такой памятник источник что когда пришла в древнемонгольская армия это было специальное место в одном из оврагов там было сделано место поклонения священное да но очевидно это либо родовая религии монголов либо тенгрианство потому что чингисхан себя читал наследником вот этих вот времени великого времени каганат он себя считал тангрянином до поступал далеко всегда не по тангрянски я вам так скажу да даже вот по сути дела когда он завещал что вся власть только моему роду с точки зрения тангрянства это узурпация потому что только небо может решать твоему роду или не твоему да у тебя потомки будут гадами до небо у них отберет эту власть моментально просто как бы да в принципе в истории так и произошло видите как это то есть вот никогда нельзя вот говорить по деле никогда нельзя состязаться с небом то есть но вот вопрос преемственности власти вот чингисхан он установил золотой рот да и мы знаем что например там 300 там были сколько-то лет эта практика соблюдал за эта практика соблюдалась до долго выдержала долго да но потом скажем так она и тоже распалась но ничего не это да это скажем так это законы его это законы создателя вот вы это хорошо отметили по поводу языков вот по вашему мнению казахский язык насколько он является продолжателем древнетюрского языка вот давайте скажем тогда в нем очень много элементов древнетюрского языка очень много и вообще вот я даже когда приехал в казахстан я даже испытал определенную жалость что например свое время вот туда как вот у нас когда филологи работали в советское время вот у нас они немножко не объединили кипчахскую группа например да потому что в татарском языке есть например много в том числе как бы и заимствование из арабского например да а в казахском остались тюрские слова да в казахском есть свои заимствования из персидского авто тарском свои тюрские слова остались нам надо было подводить эти языки это работа филологов под одну и идентичную базу и вводить еще и древнетюрские слова которые остались древнетюрских источников обогащает чтобы вы понимаете я сюда приезжаю да я вижу что казахский язык по сути дела он совпадает с татарским на 60 там на 70 процентов до маху хочется чтобы вот это вот кипчакской вот это вот единство она была более скажем так понимаете объемным да и хочется сюда приехать понимать на 90 процентов пример да это вообще было бы прекрасно понимаете вот так вот по-своему да но понятно что там филологи работали они именно работали надо отличием например да вот мы там будем давайте будем отличаться от других понимаете да но дело в том что сегодня когда глобализация когда вот это вот как бы идет рассеивание вообще всех даже в том числе и крупных народов да вот мы с вами вот так предварительно беседе упоминали что сегодня казах большом городе он живет и как одинаково как и русские евреи и по сути дела и даже там не не знаю там индонезиец и и буквально как австралийский абориген они в большом городе в миллионики все будут жить абсолютно одинаково правилам и законам большого города теряет свои национальные как бы скажем традиции сегодня например там много я знаю людей которые например там пельмени любят гораздо больше там например да вот в россии сегодня до щей татул к мне варим понимать ну как варят ну например борщ и гораздо чаще более как бы вот для меня лично например борщу он уже занят или блюда чем щены примерно хотя украинская блюдо фарка штук или менее нет на пельмени например любят вот у нас она в россии да она считается традиционно русская не да понимаете да то есть как это хотя есть разные спора кого там ханская мансийская вареные ухо и так далее так далее может быть это действительно ханской это может быть какая-то там самоедской группы это внедрило да но насколько это стал вот международный глобализированный как на татарском пельмени так быть пельмя пельмя тушь парам у азербайджанцев душ пара вот еще она имеет такую особенную специфику эти пельмени делаются маленькими 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 так чтобы в столовой ложке вместилось более 20 штук это здорово да да и здесь как бы азербайджанцы конечно будут обижаться если скажут что это русское вот я даже так скажу например да вот название картошка который достаточно позднее да по-моему азербайджанском она так и будет то ли картошка вот у у турков она будет на английский манер да вот сделано да вот мы татарском я понял что придумали новые слова берега как у казах я не знаю если честно я пока вот не дошел до слова картошка до картофель вот видите русизм русизм да страшного нет абсолютно я хотел бы сами поговорить вот о какой теме в современном как бы историческом пространстве казахстана сейчас очень активно развивается тема золотой орды золотая орда как предтеча государственности казахской государственности и в этом плане создаются научные институты волос жучи очень активно изучается источники средневековые 13 14 15 веков вот насколько я знаю татарстан был определенное время лидером может быть и до сих пор эта тема является актуальной для института марджане академии на патарстана вот как вы оцениваете вот этот дискурс который сейчас происходит своими на историческом пространстве вообще время золотой орды это такое переломное время для тюркских народов да то есть время которое оказало влияние на новую историю и они только не снеги ты же и поздней средневековья и по-своему скажем тогда это общая история современных тюркских народов да то есть когда была золотая орда большая орда да это предок скажем так предковая форма государственности и для казахов и для узбеков и для нагайцев и для татары и не еще для ряда народов да для ряда народов наверное да только наверное я не знаю золотой орды только наверное не поучаствовали кипчаки которые убежали венгрию вот понимаете так вот как бы да то есть это и булгары участвовали которые вот как булгаристы сегодня видите там у татарского народа тоже есть свои определенные скажем так течение булгаристы татаристы да мы татары нет на булгары там вот это постоянной дискуссии постоянно вот это вот как бы они голову друг другу туманят по сути дела мы являемся все потомками, смешанными потомками вот этого кочевого-номодического образа жизни. По факту в средневековье он победил, он стал абсолютом, кровь перемешалась от этого, она не стала менее благородной, она от этого стала более благородной, вошли какие-то и местные народы, в этом тоже ничего страшного нет. Но этот дискурс нам надо более плотно и более глубоко изучать, то есть я полностью поддерживаю это начинание, оно очень интересное, очень интересная история, вот та событийность, которая возникла при Хане Узбеке, все-таки интересный такой нюанс, Хан Узбек жил практически там между Саратом и Волгоградом, а сегодня народ Узбеки, он вообще вот где Амурдарья-Сырдарья, он вообще на самых югах оказался, то есть он был в его, по крайней мере, в его государстве он был каким-то окраинным провинциальным народом. Да, 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 где-то на перифериях. Он даже, может быть, даже об их существовании не знал, да, вот имя у него, естественно, оно из древнетюрского уклада, да, либо Узбек, либо Узенбек, там сам себе господин, да, то есть вот сам господин Абек. Узбек произвел по-своему, да, революцию, в том числе, да, он, как он является как узурпатором власти, так и, вот, вы знаете, фигура неоднозначная, ее надо изучать, потому что часть тюркологов, например, с ним связывает закат Золотой Орды, вот как он перестал проявлять толерантность, да, и сразу же пошел у ручей вот этих вот служилых людей, которые были, вот, там именно не нашли точки взаимосоприкосновения, элита не нашла в религиозном вопросе. Хан Узбек сказал, да, что мусульмане пусть остаются, остальные на смертную казнь. И вот, и говорят, армия-то у него рассыпалась. Именно с этого момента начинается усиление армии московского княжества, которое приняло на службу просто огромное количество кочевников, которые приезжали, понимаете, в том числе и Египет. И за счет этого оно поднялось резко. Вот после хана Узбека сын-то у него неграмотный был, как бы, правитель, да, но в этот момент вдруг московское государство, оно начинает обладать первоклассной армией. А первоклассная армия, она только в тот момент у кочевников была. Не столкнулись с его. Да, 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 наверное, и с этим связаны усиления потом хромого Тимура, который, по сути дела, выделил, который эту золотую орду, по сути дела, поставил под пятки. И Тахтамыш, когда пытался уже, да, Тахтамыш, имя тоже древнетюркское, да, которое означает неостановимый. Тахтамыш, мышь, вот он этот не сохранился, скажем так, эта приставка, это окончание, но в огустских языках она очень хорошо сохранилась, прошедшее определенное время, прошедшее несовершенное время оно называется, как в английских языках, когда с временами начинаешь разбираться, там структура языка древнетюрского была очень интересной, вот и какие-то нюансы здесь сохранились, какие-то там. Мы же вообще, вы знаете, да, вот проблема популяризации языка, она существует сегодня, наверное, я думаю, и в казахстанском обществе тоже, да. Да, хочется, чтобы казахский язык был более популярным, так же, как и любой национальный язык того народа, который проживает, который где-то, скажем так, существует, имеет определенную свою историческую даже субъектность, да, даже не политическую, а историческую субъектность. Хочется, чтобы этот язык не умирал. И было вообще удивительно, когда мы вот, это во всех тюркских языках существует, да, так называемое настоящее увиденное и настоящее неувиденное время, да, я так моими словами назову, да, настоящее увиденное, это когда ты был свидетелем события, то есть, да, вот ты говоришь, вот, того-то побили, да, слово пацана, я это видел, да, да, то есть, как бы, да, тебе доверяют на 100% слушатели, потому что ты сам был свидетелем события, свидетелем события. мамы или да да мамы клянусь типа того да но это помогало общаться или вот там через пятые руки сказали что кому-то там наваляли и он хромая пошел домой да но я этого не видел я за это не подвод то есть даже формы настоящего времени ты таким образом либо показывала как бы определенную уже как бы уклад правдивости или ты не показывал или ты за эти слова не ручался понимаете вот когда даже определенные кадры такие были фаржу такие нюансы такие формы это настолько обогащает вот это вот сознание русском так не скажешь в русском все равно да он пошел он пошел видел ты этого не видел в тюркских языках за свои слова ты должен был отвечать но в этом плане тюркские языки были очень богатыми на своими оборотами да и вот вы заметили вот я вот очень их иногда очень часто точнее не иногда очень часто их сравниваю с другими языками до многие языки это языки для общения тихой приятной обстановки там с перекатами с перерывами тюркский язык это вот для общения вот мы сидим с вами на лошадях мы куда-то едем перед нами сто метров и вы не можете донести какую-то мысль и даже при ветре я ее услышу там этот как говорится да андакас там там девушка понимаете вот как бы да вот вы на русском там посмотри там девушка кара андакас вот понимаете как это как выстрелы как сухие выстрелы которые обязательно доносят информацию по сути дела да эти слова спутать практически невозможно да и в то же время если мы скажем там например на финском языке это получится длинная такая вот оборотистые фразы например вы понимаете да или там допустим на славянском языке до которые очень тяжело ну понятно что у них там стой стреляй они тоже короткие слова приказа такие тоже существует но когда донесение мысли тюркские языки они приспособлены идеально для военной обстановки для вот это вот когда по тебе дождь и ветер когда-то когда ты на лошади когда большое расстояние до когда надо кричать они идеально передают информацию вот это точно консервации специфика вот этого есть мама оттачиваться в этом направлении с бронзового века понимаете до конца железного практически до нового времени он оттачивался это когда современные языки они они же в том числе еще они называются агультинативные языки до актерских языках вот я последнее время думаю начать что ли мне словарь собирать самых длинных слов вот в турецком языке и слова который состоит из 89 букв в татарском из 29 букв да там есть 37 букв вот это вот при суффикс окончании прибавляется прибавляется вот аглутинитации да вот я думаю иногда собрать что ли вот словарь самых длинных тюркских слов там вот кыргызском да очень почему бы идея и мы можем же и длинные слова составлять том числе это вот как раз вот развитие уже цивилизованности и вот например агустские языки по сравнению с кипчакскими да в том числе вот из-за этого звука джида они более длинные получается потому что они и рома вот они могут вот-вот перекатывать из-за облегчение сти вот этот вот звука до вину в которой я как бы точнее причину в которой я вижу вот именно в сардийской письменности которая очень широко для до тюркской рунике как бы господствовала а потом тюркская руника очень широко но они сосуществовали сардийской письменностью да вот такой вот интересный очень момент прекрасно но подведем итоги мы видим сегодня небывалый рост подъем интересы к тюркологии к тюркским рунам собственно даже наверное той информации которые несут нам те письменные памятники созданные нашими далекими предками где-то не знаю тысячелетия назад да вот и современные тюркские языки в том числе и татарские казахские они сохранили в себе эти архетипы держат их и требует наверно своего изучения исследования какое-то обогащение они более того что требует своего изучения они очень популярны скажем так и в молодежной среде при правильной подачи информации препаральной подачи визуализации вот мы как-то генетика чувствуем что это вот тут вот как бы до героические архетипы на которые мы хотим быть похожи на самом деле да вот это правда справедливость храбрость да это же это же актуально и в большом городе и девушки себе скажем так партнера по жизни выбирают несмотря на вот этот вот как бы да она вот этот формат том числе там добавляется что-то вот как бы да и этническое добавляется и в то же время что-то такое вот как бы до сакрально древние вот да вот но мы мы видим что сегодня мы живем в мире вот этих вот как бы до мифологем вот опять же до общий мировой тренд а вот эти вот мифы толкин братство кольца по сути дела до игра престолов да у нас была своя супер классная игра престолов просто нужно время чтобы мы ее восстановили эту игру престолов и показать да 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 то есть вот мы сегодня вот я как человек который занимается смыслами вот глубинными смыслами пониманием да мне открылись такие пласты которые через скажем так до кинематограф через который книга издания через научные статьи до необходимо поделиться с новой молодежью потому что вот это вот поколение которое советское да и постсоветское она уходит она жила в своих трендах да но те которые пребывающие новые да мы должны им опять скажем так поделиться с ним тюркским архетипом это уже второй вопрос захотят ли они его принять или не захотят правильного козликательного диза должна быть привлекательной и правдивая форма всего этого то есть что мы не были какими-то там да там кровожадными зверями убийцами которые искали искали только кого-либо ограбить и да да а была глубинная очень мораль на самом деле да было соблюдение договоров соблюдение условий этот мир держался культура да и когда передавая вот например древний тюркский меч на самом деле да он является практически копии по-своему определенном смысле копии прямого самуральского меча да вот потому что древний тюркский мечей вот они вот такие прямые клинки да тоже прям образ очень экзотический когда смотришь на древнего тюрка да вот особенно на родовитого да у него там прямой меч висит на ножнах золотой пояс вот эти косы косы обязательно на косах серебряный набалдашник в конце такой вот кругленький шарик потом то у него и сережка в ухе но это не образ женственности это образ мужественности это образ того что вот у него косы есть значит у него есть соратники которые как бы да и зависимые люди которым помогает держаться вот благородный вот этот шелковая ткань да сейчас вот смотришь думаешь блин образ то вроде так вроде вроде не так вроде его как бы да не так подают вроде бы да на самом деле это благородный образ благородного человека который на самом деле готов пожертвовать жизнью и собой ради родины ради чести ради всего самого хорошего большое спасибо отлично хотел бы пожелать вам успехов вашей работе и действительно эта работа очень нужная важная и наверное для нашего современного молодого поколения крайне востребовано большое спасибо и и и и